всем привет дорогие друзья вы на канале пранкстер и сегодня мы играем в игру call of duty advanced warfare глава последствия и так как вы помним в прошлой главе цепная реакция нам не удалось остановить ква то есть террористическую операцию и они устроили теракт на атомной станции сша в данной главе действия проходят уже не в сиэтле а в детройте штат мичиган прошло четыре года правая рука аида то есть главаря террористической операции доктор пьер даунула скрывается заброшенном детройте сходите его и узнаете где находится аид так давайте ребят начнем так на уровне сложности ветеран это место событий похоже главарь к в а пакетчке аид решил сделать заявление дорогие граждане мира вас охватил страх вам страшно потому что вас заставили проснуться бывают дни которые не забыть воспоминания которые жгут нас до самой смерти где был ты в тот день когда все изменилось четыре года назад некто попытался разрушить нашу жизнь он попытался обрушить наш мир во тьму нам казалось что мы никогда не вернемся домой мы справились вместе когда вы были беззащитные мы дали вам нашу силу когда вы были тяжело больны мы вылечили вас когда настал хаос мы дали вам порядок стабильность защиту шанс начать все сначала кто мы мой путь в будущее это детка два с половиной миллиона в таких вот лагерях не курорт конечно но их кормят поют охраняют все за счет атласа да у кого охватила духу поселиться здесь твою мать короче дорогие друзья вот прошло 4 года как мы видим и теракты произошли не только в сша они прошли даже в москве токио мюнхене берлине и прочих других городах так короче давайте следуем за ним будем так по ходу движения немножко посмотрим по сторонам мало ли здесь какие-то разведанные найдем так ребята меня что с голосом может быть что-то не то может быть это слышно но это просто аллергия сейчас лето и у меня аллергия на все цветет так следуем за гидеоном он сказал то что ну как мы поняли атлас спасает людей то есть которые вот остались без дома без своих жилищ в разрушенные города и так вот эти островки атласа могут действительно вылечить людей накормить их дать им кровь дать им новую жизнь или что-то похожее на жизнь потому что жизнь это не назовешь если все вокруг разрушено ну да ладно и в общем здесь могли поселиться лидеры точнее не лидеры а члены террористической группировки КВА которые устраивали эти титерафты так ладно давайте секунду капитан идет сканирование пожалуйста подождите какого черта КВА делает детройте босс брошенный город не полиция не свидетелей отличное место чтобы что-то спрятать или кого-то все в порядке удачи так отлично вот мы прошли через такие вот очистители или что-то было все готово можно ехать байки готовы время рассчитано хорошо по коням так о поехали так ну вот начинается собственно миссия сама прохождение точнее то есть нам доверили что-то серьезное уже то есть управление транспортным средством сразу говорю ребят то что первый раз когда я проходил а подождите на автопилоте мы идем короче ладно мы оказывается это на автопилоте но ничего страшного просто я помню несколько заспойлили вам просто и чуть позже мы сами должны будем управлять этим самым скутером на меня так смотрит подозрительно как будто я не знаю террорист в законе поехали здесь вообще такая локация то есть брошенные автомобили разрушены дома ночь то есть такую атмосферу навевает знаете что все плохо прям все плохо там порванные флаги висят затопленные улицы заплесневшие стены сломанные светофоры то есть такое ощущение становится что вот прям вот все все кончено в этом мире уже ничто его не спасет кроме вот как по сюжету нам говорят вот именно мы спасители мира этого то есть мы атлас так они берут север мы берем юг да гидо где движение а вот это машина что ли а вот это машина что ли что тут никого нету что ты говоришь так ладно пойдем так а что у меня фонарика нету а есть а на все так короче мы берем аидовом заброшенном этом госпитале в принципе все должно пройти гладко так поздравляем гидон ты сам себя напугал что ли или что поздравляем класс 2055 года мы верим вас то есть видно что сейчас 59 год а это все заброшенное как минимум 3 года гидон ты чё свои тени уже пугаешь что ли а она сюда так это кухня так это вообще госпиталь или чё это такое вместо госпиталь то есть скорее всего какое то просто для персонала может быть комнаты ну да видно приборы так походу в костюмах в костюмах считать врагами вас понял если км работала под прикрытием здесь будет больше чем мы думали короче всех кто в костюмах считаем врагами ну давайте уже вот знаете такие миссии а вот мне нравится call of duty здесь есть миссии когда ты прям бегаешь бегаешь стреляешь бегаешь ни минуты не можешь успокоиться восстановиться астики миссии где-то должен медленно неторопливо обдуманно проходить осторожно так мы следуем за гидоном как нам предлагают врага не вижу ничего интересного тут тоже то для нас там не вижу имеют такого че ничего собрать там разведанные вообще разведанные бывают таких местах где-то где-то даже не подозреваешь так может там я что-то пропустил просто разведанные такие ноутбуки я не знаю просто и я постараюсь их если вы собрать бывает такое что я просто не замечаю или просто они спрятаны так тут не открывается тут что тоже ладно пойдем что горно пишет из-за аллергию ну да ладно это не мешает мне снимать это не мешает вам надеюсь смотри где враг прошел чёрт быстрей бери севере автомат так у меня оружие это сейчас вообще нет так короче гидон ты чем я кидаешь что ли у меня у меня оружие вообще нет ребят у меня короче я не знаю смотрите мы упали мы помним прошел враг прошел враг вон он стоит мы упали и в этот момент вышел враг из-за угла и он увидел то что мы лежим ну ладно допустим даже он слепой там темно он нас не увидел хорошо ну вот мы оставили там автомат вот то есть враг сейчас пришел проверять и там лежит автомат и дыра такая образовалась неужели вот это не есть повод поднять тревогу там или сообщить по рации потому что здесь какая-то подозрительная активность подозрительное движение неужели здесь все так просто вырубил его так а где его автомат или мне его нельзя поднять так все это я не помню где его автомат что хотите сказать я там без автомата шел просто так что я его убил скорее всего я просто его действительно сам не вижу а также может быть то что мне его нельзя поднять ладно пойдем дальше черт с ним уже куда-то отлетел я не знаю ребят он говорит контакт на меня развернул ладно черт с ним пойдем дальше вот еще один раз так ладно я же присел он не должен слышать что-то быстро подхожу все начинает меня слышать ладно берем его автомат хотя это автомат знаете какой ой так он одиночно только стреляет я не знаю почему но это скорее всего не автомат который уже самозарядное хотя сейчас на это похоже на снайперскую винтовку может быть все набиваемого тихо вот нормально е-мое на заметили я не пойму на заметили или это он просто побежал непонятно куда побежал может он в туалет побежал может быть там действительно те ребята все-таки сообщили что-то подозрительное там было замечено что это за вибрация поезд так странные рисунки на стене фух я аж испугался если честно так ну куда дальше идти все гремит вот невозможно спокойно тихо пройти постоянно что гремит так здесь темно скорее всего здесь что-то будет блин не ту кнопку нажал а не все правильно что-то ребята эти ребята почувствовал сейчас вот это я не помнил что вот это момент должен произойти просто я зашел вот на эти и лест там там было светло смотрите так ну допустим здесь да а вот например лампа горит а что мы заходим в полную тянуту естественно что-то должно было быть так ну он сказал то что по рации то что здесь короче так берем автомат калашникова короче на рацию на его не смогли его голосом ответить поэтому с нами пришли и проверяют так ладно встречаемся у лестницы все не нас никто не засек впереди патруль где там еще там еще я хотел такую на самом деле кинуть собака такая так давай в лицессе убиваем их так все кто в хим костюмах короче это наши враги так берем такую понакидать тут гранат блин нормально не вступить нигде так давайте сюда перегруппируемся кстати можно убить а нет нельзя убить я хотел убить попробовать убить этой дверью так отлично так еще грант надо кинуть блин что-то не получилось так ладно сейчас попробуем бин вот опять смотрите это опять как вот допустим в первой или во второй части такой же баг короче игра возвращает меня на то место где вот я уже заведомо проиграл да что что будешь делать так ну я выжил более-менее так ладно так отлично так здесь нет ничего такое же точно так тут должны быть враги по-любому так меня 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 на такой так аккуратно аккуратно где 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 а вон так ну все отлично что-то мне надо заменить оружие я не люблю стрелять очередями одиночными тем более одиночными тем более что у тебя походе ох ты их тут прям прям много ребят забыл даже что это так много может быть ну отлично все не магазин заходим потихоньку наши ли кто-то они такие все похожи гидроном блин у гидрона такая же форма того серого цвета как отлично эти ребята не знал у кого нет ps4 то вот у меня ps4 pro и как вот видно в названии видео и у меня сейчас получается вот когда я стреляю у меня всегда вибрирует джойстик он не жать и геймпад точнее геймпад то есть это вот во время такая сцен что бывает вибрирует и ну короче это вы знаете как погружает ближе в атмосферу больше погружать атмосферу а за за сферу погружает когда тебя убивают туда-то прям вообще ладно или на такую тут реально очень много прям пулемет там снайпер какой-то был ли кто это такой вот тут если честно пулемет вообще не помешал бы хорош такой пулемет добрый такой я туда а давай 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 снайпер да так одного снял я гранату отлично нам всех пожгла замечательно ах тут прям реально чертовски много так восстанавливаем здоровье так выползаем потихоньку помаленьку где они где где а вон там там же а даже автоматический огонь я думал это металки только очередями можно стрелять а да откуда стрелять кто а так все так ладно здесь ничего полезного нету никаких ноутбуков о а ящик с припасами как его не заметил главное ребята снова с вами так ладно давайте пойдем уже так наберитесь убираемся так здесь все мы зачистили короче и можем пройти такой от 300 патронов тут тоже ты она даешь пополни снайперская винтовка от это на хорошие кстати вещь снайперская винтовка с тепловизором вообще ребят такая классная честно так на l3 задерживаем дыхание а мазила а ну да 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 это гидо ну наш джокер так ладно такая еще можно выполнить подождите у меня только 13 патронов тиркаешь не могу из трупов пополнять но все равно хотелось бы дать подожди подожди ящики поднял да подожди ты мою толкала и подожди я смогу да отставят меня и иду уже толкай толкай ёкановой очень врагов прям к нам подпустили что идем мы и да замолчит и гидо иду я сказал откуда там кто-то стреляет я не могу понять так надо перебежать хотя бы за него через пен такой обстрел жесткий начался все толкаются так противник уничтожаем так здесь надо короче протолкать эту машину до конца носок я помню и а тут будет очень жесткие обстрелы постоянно не будут постоянно здесь будут жесткий обстрел ладно сразу пойдем за ним так вот он перевернул машину то есть он ее перевернул для того чтобы толкать атаку нельзя болтал кайка на колеса стоял так все всех расстреливаем там на самом деле очень много врагов будет нереально обстрел просто противник вообще очень плохо видно но тем не менее по ним попадаю хочу так сидел по тем час сверху идет сбоку идет откуда по мне идет ай да подождите ты так делал снайперку ай подожди здесь очень жесткий обстрел ребят и дом неужели не не видела давайте потолкаем может поможем нереально назад назад потому что попадают обидно было бы все сдохнуть если честно то значит долго тут нахожусь о попал отлично убил а по промазал здесь на самом деле в такой обстрел вот жесткий просто это нереально просто это нереально что-то нереально просто здание тепловизор не приходится отлично он может стрелять сквозь а можно как стрелять сквозь стену а чуть не убили опять ладно ждем здесь как будто я не знаю ну что-то есть надо толкать здесь мы продвигаемся на метр 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 за минуту блин это очень медленно а промазал отдыхание сдержать оп ниже противника а дальше чтобы сделать попал что гранта сам под себя кинул что он не взорвало славы приезжали толкаем дальше чуть-чуть а стой-стой-стой-стой противник лезет сокон со всех щелей прям вообще вплотную подошел отлично попал так вроде как убил так с этой стороны отлично давайте толкаем дальше тут противника так это уже не медики они уже не хим костюмах там что кончились патроны что е-е-мое здесь нигде нету жалко конечно жалко хотя мы можем посмотреть там никого нету топовера все вещи полезные а блин аккуратно аккуратно ты чё с ума сошел забыл пригнуться и тут прям очень много не прям очень близко а мне все кончилось а да подожди стоит вот эти вот блоки дорожные можно стрелять отлично вроде а он еще так 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 отлично все все отлично пока а да ё-моё один чуть не убил все 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 отлично так и наверно все таки вот так сделаем хотя эту винтовку на самом деле не люблю потому что она стреляет одиночными только патроны хотя наверное давайте возьмем вот так наверное это уже хотя бы что-то получше будет патроны хорошо что в автомате есть так заходим короче в здание скорее всего вот это в год это и есть госпиталь то есть то может быть что-то было как комплекс типа больничный городок типа того а вот это вот и уже сам госпиталь где прежде это доктор хотя как найти стереотипного мышление такое стереотипное вот доктор права рука террористической операции прежде что именно в госпитале но почему в госпитале потому что он доктор то есть это если он доктор он не может как-то например там полицейском участке допустим да в разрушенному для 7 разрушенного госпитале ух ты сколько их в асфальт по наехала панели со всех сторон без предупреждения так попил чуть воды блин они отсюда еще лезут но что чтобы ждет нас там ждали что ли специально ну ладно как хотите вспышка так вспышка хотя бы пригнуть тогда вот поменьше автоматически он имеет самую винтовку все уничтожены все в принципе можно с одиночки стрелять то есть не только одиночный режим огня отлично а блин сглазил 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 отлично говорю я даже не понял что отсюда полезет в принципе мы живы и это самое главное так ладно так если че если че то вот на этом столе должен стоять ноутбук ну с разведанными так я игру прохожу уже второй раз здесь их нет по моему чтобы после прохождения после того как я их собираю их снова появлялись здесь надо по моему удалить игру и заново установить хотя я и в этом не уверен так ну и куда идти кстати могут здесь быть из так из такого комнат в прошлый раз я явно не все собрал так не здесь может быть 4 есть а подожди что будешь делать то вот с этими разведанными с этими разведанными которые я еще не знаю где даже находится я вернулся это спасло мне от вспышки так благо я очень быстро перезаезжает как моментально убил уничтожу захожу чисто слишком дерзко я зашел противник я на нет того не ожидал да я тоже так вот отсюда их очень легко расстреливать а ё-моё я думал я тебя убил так ладно пойдем так замечательно реальных очень много так и зайдем сюда посмотрим мало ли здесь что мы пропустили так да вроде нет меняем оружие жалко настрелять топочек блин как металл надоело ребят ладно все мы поняли что здесь ничего нет поэтому давайте вот сразу свалим потому что здесь окажется враги могут и сзади откуда-то подходить и подходить непонятно отлично так отлично как отсюда выйти опять за столом сидит так как у меня автомат не заедает интересно от перегрева не на такую то есть у меня два автомата классного здесь никого нет замечательно ладно все нажимаем r3 так это и есть доктор походу да за столом не стреляй берем заложники берем заложники не на поле так 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 мы идем дальше так что дверь была закрыта уже открыто ну ладите че делать так на это понимаем мы все доктора взяли и мы с гидоном должны эвакуироваться как туда торроз как засада походу ну да засада ну идет подкрепление мы вам поможем хватайте доктора и уматывайте лучше знать кто меня прикрывает это секретно друг чуть попозже по сюжету мы все-таки узнаем кто-то такие чуть попозже по сюжету чтобы вам не спойлерить если вы действительно смотрите это вам интересно я вам пока не буду говорить просто вы по сюжету это узнаете в следующих сериях кто-то такие были через организация когда садимся и как я по моему говорил сейчас мы должны управлять им именно в режиме то есть сами за не автопилота надо следовать за гидоном просто не знал куда ехать и поэтому запутался чуть позади управлять вот как я не люблю так ладить и именно эта система возрождений возражать я в том месте где ты уже в тупике супер сталкивался с этой проблемой гореть тяжело управлять даже нереально просто на геймпаде ладно следую за гидоном не выпускаем его из виду сильно от него не отстаём а то мало ли еще так ладно здесь такого простого не может быть движениями кажется здесь не кажется она что-то да будет но типа таких поездов не как препятствия будут по-любому я помню здесь были препятствия какие-то жесткие вот загораживает мне видимость так но мы летим не над водой здесь на самом деле очень блин на самом деле очень тяжело управлять так что смотрите то что ты я не еду так на самом деле это очень тяжело ну как очень ведь и еду проблематично до управления здесь проблематично потому что здесь заносится за носите я хочу и сама высокой сложности так вот мы пришли безопасное место свалили так сказать так на все ребят вот задание выполнено то есть глава пройдена вы захватили доктора пьера да да ну а правую руку аида его допросом уже занялись то есть следующий миссии извините следующий главе конечно же можно будет уже так вот предсказать догадаться то что следующий главе мы уже доберемся до самого аида или где-то будем его выслеживать как улучшение меня пока недоступно мне осталось только одно единственное улучшение это быстро прицел так мне все уже есть ладно ребят всем спасибо за просмотр давайте до следующей главы всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки мотивируйте меня тем самым на создание новых видео всем спасибо всем пока